Добрый день, добрый день. Пришла я к вам. Спасибо. Как поживаете? Нормально. Хорошо? Ну и замечательно. Как ваше здоровье? Сейчас Тамара Константиновна принесла вам праздники, грибочки, мясные, которые вы хотели, нарезочку мясную, белизна, туалет, хурма, тыс. Беликовка, апельсинчик, печенюшка, булочка, молочко. Спасибо. Икра баклажанная. Распадели вчера, добрый. Хлебушек черный, белый. Спасибо. Тамара Константиновна Чаверева долгое время возглавляла Раменскую гимназию. Много у нее талантливых воспитанников, которые стараются навещать любимую учительницу. А два раза в неделю к ней приходит социальный работник Людмила Суздалева. Говорит, что не собиралась долго работать в соцзащите, а задержалась на годы. Я думала, что ненадолго приду, но вот осталось, мне эта работа нравится, но хотя она, конечно, тяжелая, вот эти сумки таскать, вот, но осталось. Мне нравится, что они ждут, наши бабушки ждут. Вот, знаете, уходишь, вот здесь квартир нет, а вот когда местные, у меня в основном в деревнях, они тебе окошко машут, ждут или там смотрят. Когда же ты придешь-то? То есть, ну, нравится, это нравится, знаете, как-то по душе это. Доброе. Вот, поэтому, знаете, я узнала потом со временем, тем более, что учительница, которая училась у нее, хвалила мне ее, а я не знала, кого она мне нахваливает. Внизу живет женщина, Абедникова. Мы с ней гуляли часто, встречались, на праздники иногда даже. Она мне все время рассказывала про учительницу, про ученицу. И вдруг я узнаю, что это как раз хвалила, кого она хвалила, это и есть Люда. А я говорю, Люда теперь у меня работает. Ой, как вам повезло. Она такая была хорошая ученица, такая там самодеятельная. Мы только радовались все на нее. Так что она занималась русским языком. Для Людмилы время рабочее и нерабочее не имеет границ. Настолько душой переживает за своих подопечных, что и находясь дома, постоянно интересуется их настроением и самочувствием. Плохо ночью. Люда, я телефон имею, Люда, кроме того, что привозит все это само собой, она может ночью прийти и сделать укол. Вот так было, что ночью у меня никого нет, я звоню. Она никогда не отказана. Я знаю это не только по себе. Знаю, что так же она относится к Ольге Алексеевне. Вот ждали врача, вызывает врача на дом. То есть безотказный человек. Это вот на месте человек на месте. И поговорить, и просьбы их выполнить что-то там. Можешь кому помочь приготовить, можешь там ту же ламочку вкрутить. Все что угодно они попросят. Конечно, они ждут, мы это все делаем. Все, а как же, без нас они никуда. Получается, что ваши подопечные уже становятся какие-то близкие по духу вам люди, да? Конечно, они, во-первых, сами привыкают к нам, и мы к ним привыкаем. Вот придешь домой, а из головы это не выходит. Так, что надо это? Как она себя чувствовала? То есть дома не можешь забыть про эту свою работу. Ну, не получается просто. Служба у соцработников и физически, и морально непростая. За день Людмила Суздарева навещает по шесть своих подопечных. И на всех у нее хватает времени, терпения и душевной теплоты. Хлеб, молоко. Так, бедро вот я, чтобы не замыла. Бедро. Хлеб, молоко. Бедро. Бедро. Грудку не надо куриной? Я не знаю, хватит пока. Так. Наверное, не надо. Овощи. Так, овощи надо. Так. Картошка. Давай, тыку принесла. Да, принесла. Так, тогда надо что? Картошка, лук, морковка. По-моему, там все есть. Все есть. По-моему, все это есть. Я не съела. А какие тогда овощи взять? Овощи дашь, помидорку мне хочется. Помидор. Только смотри, чтобы не твердое было. Нет, нет, я поняла. Сколько? Штучки две? Три. Да, три. Можно три штучки. Три. Так. Вот теперь это... Огурчика? Огурчик не надо. Не надо. Не идет. Это зелень. А зелень? Ухру, лук есть? Лук есть. Зеленый. Да, а заправка вся у меня есть. Лук зеленый, пучочек. Так. Так, зеленый. Ну, что еще? Перцы. Андрей Пластунов, Ольга Скребина и Алексей Гущин. Для программы «Городские вести». Субтитры создавал DimaTorzok.